Добрый вечер в эфире программа ТОП Латгалии. Я Лариса Кириллова и как всегда в это время говорим о событиях прошедшего дня. Германия начала депортировать сирийцев, прибывших из Латвии. Государство больше не даст деньги в долг самоуправлению. Об этих и других новостях мы поговорим чуть позже, а сейчас я представляю моего сегодняшнего гостя. Это депутат Даугапинской городской думы, директор Даугапинской музыкальной средней школы имени Станислава Брока Айвор Брок. Добрый вечер. Ну и прежде чем мы перейдем к заявленным темам, предлагаю посмотреть обзор Даугапинских новостей. 30 мая вступили в силу изменения к обязывающим правилам городской думы – социальные пособия Даугапинского самоуправления. Поправки предусматривают увеличение жилищного пособия на оплату горячей воды с 18 евро до 20 евро в год. Обращаем внимание клиентов социальной службы, которые имеют статус малоимущей или малообеспеченной семьей или персоны. Для получения повышенного пособия в обязательном порядке вам следует обратиться в отдел социальной помощи. Центр обслуживания клиентов социальной службы находится на улице Лачпиша, 39, а его филиалы на улице Лепа, С4, улица Шаура, 28. Оформить необходимый пакет документов можно и в управлении социальной службы по адресу улицы Венибас, 8, кабинет 17. Заявление можно подать в электронном виде, либо распечатать и заполнить дома, а также в местах приема клиентов и оставить его там без очереди. Вопрос о реконструкции грунтовой улицы Пиенненьо на повестке дня самоуправления появился еще в 2012 году, что не могло не обрадовать жителей микрорайона Гривы. Однако их ожиданием сбыться было не суждено. Уже семь лет люди отбивают порог городской думы в надежде добиться положительного для себя результата. После очередного обращения в Думу в 2017 году горожане получили ответ, что начаты подготовительные работы для последующей реализации проекта. Правда, кроме замены канализационной системы, больше ничего сделано не было. За эти годы качество дорожного покрытия еще более ухудшились, а люди просто задыхаются от пыли. В свою очередь самоуправление продолжает делать вид, что выполнило все требования жителей улицы Пиенненьо. 6 июля в Дагуфпилс пригласить жителей и гостей города на небывалое по своей масштабу международное мероприятие «Гетто Геймс», на котором каждый найдет себе занятие по душе. Так говорят организаторы. Одним из центральных событий «Гетто Геймс» должен стать футбольный марафон. В течение 12 часов будут соревноваться общественные деятели, политики, музыканты, актеры. В частности, Дагуфпилское самоуправление заявило о своем желании сразиться с представителями средств массовой информации. Параллельно футбольному марафону запланированы бискетбольные игры, а также будет организован международный турнир для профессиональных спортсменов. Местом проведения «Гетто Геймс» станет площадь Венебас. Итак, переходим к заявленным темам, и одна из них касается вопроса беженцев. За последнюю неделю власти Германии выслали в Латвию 11 сирийцев, которые в свое время получили от латвийских властей альтернативный статус, а затем, как и многие другие, поспешили покинуть Латвию в поисках лучшей жизни в Западной Европе. И в конечном итоге остановились в Германии. Речь идет о двух семьях. Это 8 детей и 4 взрослых, плюс маленький младенец. И следует отметить, что, вернувшись в Латвию, никакой социальной поддержки им уже не положено, поскольку статуса беженцев у них нет, и они должны теперь себе зарабатывать на жизнь самостоятельно, оплачивать жилье. На сегодняшний день эти люди себе позволить этого не могут, и власти пошли навстречу и поместили их в центр беженцев, муцеников. Айвер, вот на ваш взгляд, конечно, когда возник этот вопрос, наверное, никто не думал, что эти люди будут возвращаться опять в Латвию. Но уехали и уехали, тема закрыта и закрыта. И вот они возвращаются, и по большому счету, на сегодняшний день, не имея, скажем так, евроцента в кармане, ну, может быть, на какие-то там, на первое время есть, но по большому счету они становятся у нас бездомными. Ну, я не знаю, я не специалист по миграции, и я не знаю, на каких условиях они принимались, потому что, когда принимались беженцы, у них были через европейские институции, были какие-то конкретные договора, что они должны, что им дают и государство, что им дают и Европа, что они должны делать, что они не должны. Поэтому, когда они уехали, я так понимаю, они достаточно нелегально покинули Латвию. Конечно, они должны были оставаться здесь и жить. И я не знаю по этому договору, если они попадают в какую-то другую страну, что Латвия должна делать? Или тогда она лишает их этих всех прав, скорее всего. И тогда Латвия говорит, ну, слава богу, они уехали. Но, может быть, это не так. Поэтому теперь, когда они вернулись, я понимаю, что германское правительство, естественно, логически поступает, их возвращает обратно, что сейчас юридически, с точки зрения, если они какими-то имеют правами, то у них есть какой-то шанс выжить, если нет никаких прав, то, вы сказали, они как-то сами должны там работать. Они не могут работать, они не могут работать, потому что они должны тогда иметь право на место жительства, и тогда есть право на работу, и так далее, налоги, и так далее, и так далее, и какие-то пособия. Я вас говорю, альтернативный статус им это позволяет, вопрос другому, смогут они без знания языка, без какой-либо квалификации. Да, вот я уже сказала, что 8 детей, да, это значит, как минимум... Это значит, что они не смогут, естественно, поэтому вопрос совершенно какой-то странный. И, скорее всего, это закончится тем, что через месяц они опять забегут на уже какую-нибудь другую страну. А, вы даже такой другой коридор выберут, да, получается? Ну, я думаю, да, потому что как они могут выжить, тогда правительство должно принимать какое-то узкое, целенаправленное решение, о какой-то социальной помощи для этих людей, например, 150 евро будет платить за то, что они как бы выживают. Ну, смотрите, тогда получается, законодательство не совсем совершенное. Ну, если мы говорим о миграционной политике, да, люди прибыли в Латвию в 16-м году. Три года они находились, ну, пускай два года, в Германии, да, и до них некому, ну, не было дела никому, да. Получается, если они повторят обратно этот, ну, марш-бросок в Европу, да, через два-три года их опять свернут, чем это все закончится? Это не решение проблемы. Мы должны опять что-то, какую-то пособие платить, поэтому какая-то ситуация совершенно патова. Либо мы должны предусмотреть в законе, что если вы не соблюдаете его, вы будете депортированы. Я так думаю, что, я так и думаю, что в первоначальном варианте нужно так, ты должен здесь находиться, я должен там овладеть, потом ты вливаешься в это общество, что делаешь. Если ты убегаешь совершенно нелегально, ты лишаешься всех прав, и, соответственно, тогда, если ты хочешь взвратиться, тогда ты должен вообще вернуться в ту страну, от которой прибыл. Если они в Сирии, они тогда их должны в Сирию депортироваться. Вот скажите вообще, на ваш взгляд, миграционная политика Европы, насколько она совершенна все-таки? Я думаю, что она несовершенна. Об этом говорят хотя бы выборы сейчас в Германии с этой несчастной, я извиняюсь, Ангеле Меркель, которая допустила, я думаю, допустила какие-то ошибки при миграционной политике. Как сказали эти мигранты, она же нас всех пригласила. Идите к нам, идите к нам. И теперь столкнулась с тем, что мы знаем, что с ними делать. Потом вопрос терроризма, вопрос какой-то безопасности, конечно. Последние, я думаю, что и последние выборы по ряду европейских стран говорят о том, что и приходят, и будут приходить люди, которые более консервативны, более строги в отношении этой политики. Они будут закрывать эти границы, они будут говорить нет этим квотам, и будут прекращать этот поток неграмм. А с другой стороны, а что делать тем людям, которых там убивают в этих странах? Куда они должны податься? Вот, конечно, сложно. Сложно, неоднозначный, но тем не менее, первые случаи уже возвращения мигрантов, скажем, в данном случае сирийцев в Латвию, произошло. Но, получается, нужно ждать и еще ряд случаев, потому что, как правило, те люди, которые прибыли в Латвию в 16-м году, их здесь уже нет. Мы переходим к следующей теме. Самоуправление исчерпали возможность получения займов, заявил глава правительства господин Каринч. И, согласно полученным данным, в этом году самоуправление запросили, но не получили, займов на общую сумму 71 миллион 600 тысяч евро. Суммы поражают, и если мы говорим конкретно о проектах, то многие из них в этом году, как минимум, не получат, скажем так, софинансирование со стороны государства. Айвар, в этом году в город должны прибыть, скажем так, новые трамваи, которые реализуют... Ну, это проект, европейский проект, да, и часть финансирования самоуправления, ну, в частности, предприятие «Дага Белсатексмы». И, насколько известно, «Дага Белсатексмы» еще в конце прошлого года собиралась в этом году попросить в госкассе недостающую часть суммы. Сумма приличная, да, но получается, что вот это заявление господина Каринча ставит крест на том, что в город могут прибыть новые трамваи, и что городская дума у себя там где-то покопается, в бюджете найдет лишние миллионы, что называется. Потому что и бюджет городской, как известно, у нас уже технический, то есть не бюджет развития, а бюджет выживания. Что делать будем? Да, насчет того, что бюджет технический, это тоже как бы можно спорить, то, что уже госпожа Упинеца в одном из своих наших собраний, как бы сказал, что это был технический бюджет, как бы технически так оформленный. Да, но если говорить про трамваи, вы что этих трамваев не будет. Я не знаю, мне вот я у вас какой-то депутатурный спрашиваю. Я вот тоже немножко, Витали, не знаю всю эту проблему, но если не дадут деньги самоуправлению, в том числе Далкопилскому самоуправлению, если слишком поздно Далкопилскому обратилась в Ригу, может она вообще еще не обратилась, я даже не знаю, тогда я боюсь, что действительно этот проект зависнет. Ну, я не знаю, насколько эта работа структур Далкопилсатексна или структура вообще городской думы, исполнительской структуры, потому что что-то не срабатывает, что-то делать очень медленно, и не только в этом проекте. Конечно, надо, но если теперь нет этого проекта, надо дальше думать, что какие проекты развивать, потому что, да, насчет денег, мы говорим, их денег нет, или с другой стороны мы знаем, что они есть, но они где-то не там находятся. Собравление, наверное, должно четко, если мы в прошлом году думали, в конце прошлого года, что трамвай это приоритетный проект, ну, скажем, вот у нас 3-4 приоритетных проекта, давайте тогда над этим работать. Если мы так раскидались, например, у нас в стратегии Далкопилса, там каких-то там 200 или 300 страниц, это слишком много. У нас в инвестиционном, значит, программе тоже там каких-то очень много страниц, тоже очень много. Я думаю, что момент распыления не должен иметь места, а 3-4-5 каких-то стратегических направлений должны быть. Один не был в трамвае, но теперь трамваях не будет. Ну, может быть, еще и все уладится. Может быть, я думаю, что это вопрос, опять-таки, коммуникации местных политиков, с коммуникацией рижских политиков, потому что мы знаем, что одна правда для всех, ну, бывает, что, или один закон на всех, но потом, оказывается, бывает, что не так. Но это тогда какие-то люди должны ехать в кабинет министров или к Каренщу, или ехать к президенту, неконкретно рассматривать эти вопросы хотя бы через депутатов в Сейме. Да, потому что надо сказать, что большая часть денег — это европейские. Не выполним свою часть договора, не получим другое финансирование, правильно? Да, трудно сказать, что и как, но... Послушайте, а у нас вот реально есть приоритетные проекты на сегодняшний день? Или мы только... У нас есть приоритетный проект. Например? У нас бассейн, бассейн есть приоритетный. Бассейн возле. Но, судя по сумме, и судя по скорости, и судя по напору, это приоритетно. А потом уже все остальные. Ну, понимаете, мне уже спрашивали про этот проект несчастный бассейн. Я говорил, что все может иметь место. Но вопрос, убираем ли проекты, на которых тратились годы и деньги, между прочим, я потом могу сказать, если будет время, если не будет, не скажу, потом скажу. Мы убираем те проекты, которые уже готовились, и выдаем свои новые, которые имеют не совсем приоритетность, и которые стоят почему-то очень дорого. Ну, такова сегодняшняя ситуация на сегодняшний день. Ну, вот мы можем миллион потратить на, скажем, на бассейн. Но, со стороны своей специфики, мы не можем потратить, например, 40 или 50 тысяч на мета-конкурс, на концертный зал, или не можем потратить 50 тысяч, ужасная сумма 50 тысяч, чтобы дать музыкальному училищу, чтобы закончить проект на реновацию и так далее. Я могу еще перечислить 2-3 проекта, которые притормозились, потому что, не знаю, потому. Хорошо, мнение ваше понятно. Я думаю, что мы в ближайшее время вернемся к этому разговору. А пока переходим к новой теме. Служба государственной безопасности и Министерство образования Латвии обеспокоены информацией о том, что русскоязычным родителям предлагают запрать детей из латвийских школ и обучать их дистанционно в российских школах. Данная ситуация и связанные с ней лица уже находятся в поле зрения наших спецслужб. Напомним, на прошлой неделе Facebook группа «Российское дистанционное образование в Латвии» выступила с критикой в адрес реформ образования и начала агитировать родителей, ну, скажем так, переводить своих детей из одной школы до латвийской в другую. Айвар, на ваш взгляд, вот это провокация вот чистой воды, или это просто, ну, не знаю, не о ситуации на местах? Я думаю, что это свидетельствует о некотором снижении качества работы спецслужб России. И я думаю, что это, конечно, провокация, она такая достаточно наивная. Она рассчитана на таких, знаете, таких слабохарактерных людей, которые... Слабовольных, конечно. Слабовольных, которые подумают, а действительно, а действительно, может быть, да, а меня тут... Я не хочу там учиться, я не хочу учить там латышеский язык или еще что-нибудь. Я перейду. Все здравомыслящие люди понимают, что это невозможно, и что это не юридически, не практически, никак иначе невозможно. Это такой опять ход к нему, чтобы несколько дестабилизировать ситуацию и посмотреть, как будет реагировать общество. Может, найдется там один-два человека, которые действительно напишут директору заявления, что... Я теперь учиться буду на кухне, я включу компьютер и буду учиться на кухне. По законам латвийского законодательства, то все ученики должны учиться в государственных школах, и никакая дистанционная... Он дистанционно... Они и так дистанционно все время влияют на этих людей, поэтому я думаю, это такая провокация, которая... Результативность, которая равен будет нулю. То есть наши люди умеют... Я думаю, что у меня такие, да, наивные, наивные и какие-то совсем непонимающие вообще суть проблемы. Ну, я вас обердобавлю, что в соответствии с латвийским законодательством действительно просто так забраться ребенка из школы невозможно. Это можно сделать только в одном случае. Если вы укажете, в какое учебное заведение, лицензированное государством, вы переводите своего ребенка. Исключение составляет только один момент. Если ваша семья переезжает на постоянное место жительства в другую страну, а все остальные варианты, они исключены. Будем следить за развитием ситуации, а сейчас переходим еще к одной новости. Впервые за пять лет в мире уровень безопасности увеличился. Таковы данные глобального индекса безопасности. Тема сложная, непонятно, как она изучается, да и тем не менее. Самой безопасной страной признана Исландия. За ней следует Новая Зеландия, Португалия, Австралия и Дания. А Латвия находится на 35-м месте в этом топе, скажем. Эстония на 37-м, Литва на 38-м. Айвар, послушайте, вот лично вы чувствуете себя безопасно в Прибалтике? Вы перечислили эти страны, и я подумал, что Австралия там должна быть. Все страны, до которых трудно добраться, они все безопасны. Мы, слава богу, перегнали Эстонию и Литву. И Литву, наших соседей. Я думаю, что, мне кажется, что я себя чувствую довольно спокойно. На бытовом уровне, может быть, это другая история. Но по безопасности, действительно, по безопасности, как такой глобальный, в мире глобального контекста, я думаю, что мы себя чувствуем достаточно спокойно. Так как у нас такое географическое положение, во-первых, достаточно удобно, во-вторых, мы такая достаточно страна, ну, как сказать, достаточно интеллектуально более-менее развитая страна, и у нас климатические условия, опять-таки, все вместе связано. Я думаю, что если мы сравним, что делается в Европе, что делается в Латвии, то мы не можем сравниться с совершенно разными вещами. Конечно, мы знаем, что за последние 3-4-5 лет участились террористические всякие эти выходки в связи с геополитикой вообще всех стран. И поэтому первые удары террористы наносят по тем странам, которые якобы для них больше их ущемляют или принимают такие законы, которые во всяком случае ущемляют. Поэтому эти западные страны, я думаю, что они в менее безопасности, чем наши страны, тем более, что мы не являемся какой-то там главенствующей страной НАТО, которая диктует условия. Я могу провести маленький пример. Например, мы все посвящаемся этими, там, Швейцария, Брюссель и Франция, и Париж, но это было 10-15 лет назад. Я был в этом году в Париже, и как раз я попал между двумя волнами желтых жилетов. Например, с жилетами это другая история. Там немножко надуманно был этот конфликт, а мне так все было страшно. Но все-таки две вещи хочу сказать. Что во время этих желтых жилетов, ну, чувствуешь себя так... Ну, если идти по эпицентру всех событий, то лучше не ходить. Если нет, тогда, ну ладно, более-менее. Но там дело во второй момент, что перед этими желтыми жилетами были... Террористический акт. И вот ты знаешь, что это может повториться в любой момент. И вот поэтому ты, когда в какое-то людное место заходишь, ты сразу фиксируешь, если что, куда, в какую сторону надо бежать. И меня удивила некоторая беззаботность этих людей, и некоторая даже беззаботность, например, полиции или военного патруля. Там в одном очень оживленном месте, где я был, тысячи людей, и там мог спокойно кто-то пройти и взорвать какой-то там чемоданчик. То есть, находясь во Франции, вы уже не чувствуете себя безопасно? Нет, нет, конечно. Конечно, я приезжаю домой, и я уже чувствую, что... Ты думаешь, фу, наконец-то дома, да? Да, все нормально. Другое дело, что ты можешь там, если ночью пойдешь в каком-нибудь темном району, получить по голове или тебя попросят закурить, это другая история. Но, в принципе, в глобальной безопасности, да, я думаю, что наши страны, они достаточно безопасны. Ну и нас это очень радует, и мы переходим к следующей теме. В минувшее воскресенье в Резак на Елгове Лепой Валке прошло совсем необычное мероприятие. Участие в нем приняли военнослужащие национальных вооруженных сил, контингента НАТО, а также Яун Сарги. Его организатором является Министерство обороны, и цель, ну, скажем так, данного мероприятия, армия должна быть ближе к народу. Айвер, вот на ваш взгляд, насколько востребованы такие мероприятия в нашем обществе? Некоторые могут сказать, что это плохо, что люди с оружием появляются в городе, например, и пугают народ. Я думаю, что в принципе, я думаю, что это достаточно положительное явление, потому что оно имеет такие формы встречи, формы встречи, и я думаю, в этом заключается некоторый момент агитации молодежи, что вот надо взяваться, где надо идти, надо идти в армию, надо идти туда-туда, потому что они тоже заинтересованы, чтобы молодые люди знали бы, что это такое, как туда попасть, как там работать, потому что я знаю, за последние два-три года тенденция популярности возросла в армии, и я думаю, что это нормально, когда люди встречаются. Я думаю, что очень интересно для молодых тоже горожан увидеть, как выглядят эти снаряжения, как выглядит оружие, и это все-таки носит такой, думаю, позитивно-рекламный его, в общем-то, характер. И если они, конечно, каждый месяц будут появляться, будут что-то делать, может быть чрезмерно, но раз в году, например, такая акция, мне кажется, достаточно-достаточно позитивная. И какой-то... Но есть такой момент, что мы говорим о воспитании как-то слова, как-то слово... Патриотов, да. Патриотическое воспитание. Вот через это мы можем делать без каких-то громких слов, может быть, на уроке истории или литературы. Хорошо, а на уроке с альфеджио ваши учащиеся, они принимают участие в движении Яланд-Сартен? Я их с удовольствием отпущу из-за седьмого урока. Мы учащиеся, лично наши учащиеся, пока я не знаю таких, но в принципе я, конечно, не буду против, если кто-нибудь захочет участвовать в этом движении. Послушайте, а как вы относитесь к такой инициативе, что через два года в школах Латвии должен быть введен в обязательном порядке урок по военной подготовке? Это вопрос уже посложнее. Я думаю, что момент какого-то, как я уже сказал, патриотического воспитания, оно не очень хорошо звучит после советских времен, что он должен быть в школах, что они должны чувствовать вот эту принадлежность к этой стране. Момент военной подготовки, урок подготовки, я не знаю, какое содержание этого предмета, потому что я лично столкнулся, что в мое время уже был предмет в подготовке, но там была военная подготовка такая, Советского Союза и агитационно направлено на картах там всякие американские были города, и это, конечно, было такое немножко больше, как оружие пропаганды. Что в этом предмете и какого его содержания, и это надо смотреть, и пока не могу дать точный ответ, что это очень хорошо или очень плохо. Смотрите, у вас школа, если скажут, надо. А мы не так работаем, если они скажут, давайте вместе подумаем, давайте будет пилот проект, может быть, этим школам надо, этим не надо, у этих больше, мы являемся профессиональным училищем, у нас немножко другой стандарт, и я, возможно, думаю, что у нас, может быть, и не будет этого предмета, но просто надо смотреть, что и как, и в каких условиях был принят, ведь не бывает такое, что например, перед выборами какая-нибудь партия, чтобы как-то так угодить, она говорит, давайте сделаем такой предмет, вот такой, или другая скажет, а давайте вот сделаем так, поэтому в каких условиях это была идея подана, и в чем заключаются ее плюсы и минусы, и тогда мы будем смотреть далее. Одним словом, что патриотом можно быть и не имея в руках оружия. Да, не имея в руках оружия, не обязательно ходить на какие-то демонстрации. Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли в эту студию сегодня, ну а на этом все, до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова